Всем привет, с вами Urbix. Неросеть это очень популярная тема в наши дни. Они создают классные фотографии, ведут диалоги, пишут коды и многое другое. Например, вы можете попросить Неросети GPT-4 написать вам код для Rublox Studio. Или попросить Мид Джорни нарисовать вам классную фотографию. Но на самом деле их влияние на мир намного шире. В этом видео расскажу, что это такое и какое будущее они создадут. Несколько издей для этого видео я должал у Ювальной Харари из трех его книг. Уже сейчас стартапам выгоняя не нанимать программиста, а попросить программу написать код. Она сделает это бесплатно и моментально. Неросети могут написать текст, например, идею для видео или даже диплом. Давайте попробуем Неросеть самостоятельно. Я хочу, чтобы Мид Джорни мне нарисовал кроссовки из мёда. Ну а почему бы и нет? Пишем подробное описание и вот. Ради этого мне не пришлось учить моделирование полгода или заказывать за деньги. Поэтому художники бастут против Неросетей. Ведь они могут отнять у них работу. Такие ситуации уже происходили в прошлом. Например, во время индустриальной революции работники фабрик бастовали, так как некоторых из них заменили конвейерами. А в будущем появится класс так называемых бесполезных людей. Их профессии захватят Неросети, а перейти на новую должность они не смогут. Но если бы все думали, как бы не отобрать у кого-то профессию, то мы бы жили в каменном веке. А слов не заменили бы тракторами, а вместо интернета летали почтовые голуби. Но Неросети могут не только занять ваше место. Их могут использовать для контроля над людьми. Кто сейчас решает, какие лекарства вам дать. Это решает врач. А учитель решает, как оценить ваши знания. Но в будущем этим будут заниматься алгоритмы. Они уже сейчас решают, какие видео впустить в тренды YouTube. Кого уволить из компании Amazon. Или кому разрешить пользоваться полноценным автопилотом Tesla. Программы не имеют эмпатии и оценивают вас как программы. Как думаете, кто знает, что вы сегодня готовили, какую музыку слушали и куда летали отдыхать в прошлом месяце. Это корпорации, такие как Apple или Google. Они знают о вас даже больше, чем вы сами. Знают вашу геолокацию, ваши предпочтения и поэтому могут продавать вам любую рекламу. Часы Apple следят за вашим пульсом и по ним могут определить, какая часть фильма вам понравилась, а какая нет. В будущем Неросети алгоритмы будут знать всё. А владельцы всех могущих алгоритмов будут бесконечно богатыми и влиятельными. Ведь знание это власть. Будет элитный класс, владеющий и управляющий нейросетями. Возможно, что люди осознают, какие на самом деле нейросети полезные. И чтобы другие люди не могли ими пользоваться, создатели программ сделают доступ к нему очень дорогим или вовсе закроют. Но пока не всё так плохо. Можно очень быстро искать информацию с помощью нейросети, вести диалог, написать код или сгенерировать классные фотографии. На этом всё. А всё сказанное выше, это только моё мнение. Всем пока!